Мюллер-Берия 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 Федеральной службой безопасности, потому что материалы Главного управления государственной безопасности хранились и хранятся в Федеральной службе безопасности. Я все-таки, ну ладно, это я так ужин, но все, я довольный. Я уверен просто, что ФСПР мне даст ответ, что это подделка, они никогда не признают, она ее доступна. — Делать это будет очень трудно, понимаете. Может быть это и не ФСБ, видите, он у вас там говорит, что он с президентом рядом и все такое. — Я не исключаю, что может быть это материалы, предположим, архива президента. Ведь архив политбюро, сталинского политбюро, долгие годы хранился и часть его значительная продолжает храниться в архиве президента. — Еще вопросы. Могут ли такие документы храниться в какую-то личную коллекцию? — Никогда. Абсолютно исключено. Ну вы понимаете, ну все мы выросли в Советском Союзе, да, и после Советского Союза. Это документы строго учетные. Эти документы зафиксированы в многих других документах. Они ни в каких частных коллекциях быть не могут. Это явно акт какого-то хищения. Он, видимо, имеет доступ, может быть, к каким-то этим документам. Кто это, я не знаю. Но то, что вы должны обратиться в Федеральную службу безопасности, это абсолютно точно. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Это серьезное преступление. Если он вынес эти документы... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...